Здравствуйте! В эфире телеканала «Свое ТВ» программа «Экспресс-новости» и я, ее ведущий, Роман Цифровой. В Москве продолжается международная выставка «Форум Россия на ВДНХ». Ставропольские медики провели мастер-классы на неделе здравоохранения. Желающих научили оказывать первую помощь на специальных манекенах. На стенде Ставрополья также представили оборудование, которое используют для восстановления здоровья. Среди достижений края – аппарат для реабилитации, который помогает восполнить 8-часовой сон всего за 30 минут. Оборудование работает в краевых больницах недавно, но уже пользуется популярностью. Такое лечение применяют после инсульта, инфаркта. Аппарат рекомендуется для реабилитации пациентов с нарушениями центральной нервной системы. Эта неделя на стенде Ставрополья посвящена достижениям в сельском хозяйстве. О самом интересном мы обязательно вам расскажем. А если вы сейчас в Москве, обязательно посетите выставку и площадку нашего гостеприимного и хлебородного региона. Ну, а в Кисловодск приехали чебурашки. Да, вы не ослышались. Город-курорт украсили 10 скульптур популярного мультперсонажа. Металлические фигуры установили по всему проспекту Карла Маркса. Именно там проходила съемка известной сцены с апельсинами в фильме про чебурашку. Отдыхающие уже фотографируются с новыми арт-объектами. К слову, самый большой чебурашка разместился на пересечении проспекта Карла Маркса и курортного бульвара. Теперь поговорим о спорте. В мужской гонбольной суперлиге прошли матчи девятого тура. Фермские медведи сенсационно вырвали в один мяч победу у чеховских. Внимание перехватил поединок в краевом центре. Виктор принимал московский ЦСКА, у которого победная серия длилась с самого начала сезона чемпионата России. Еще армейцы не теряли очки в суперлиге с марта. Тогда они сыграли в ничью с «Зенитом». Ставропольцы уступали в пять мячей, но благодаря успешным атакам сократили отставание. И за две секунды до финальной сирены после розыгрыша девяти метров сравняли счет. Итог. Ничья 26-26. На этом пока все. Еще больше интересных новостей смотрите в следующих выпусках. Сразу после программы «Экспресс-новости» вас ждет прогноз будущего от Снежаны Тумановой. Я же с вами прощаюсь. Увидимся на своем ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова